Ребятки, собственно, я добрался. И теперь самый, наверное, большой вопрос. Где я? Вместо этого вы узнаете в конце данного видеосюжета. Приятного просмотра. Погода, конечно, тут беседа. И у нас в конце видео будет еще большой вопрос для вас, для всех. Так, дорогие друзья, мы прощаемся с городом-курортом Анапы. Вот так вот начинаются любые путешествия. Железки, жалко, что не уезжаем с первого пути. Но ничего страшного, зато есть возможность издалека заглянуть на всех тех людей, которые там сидят. Грустиночка, конечно. Покидать любимую пенант, особенно когда обещают жару. Но все равно будет ветер. И, кстати, ветер мне тоже очень надо. Все, пока-пока Анапа. До следующей встречи. Прям грусть. Сейчас курить буду. Здесь проводные наушнички. Сериалчик. Слушайте, розеток у меня здесь раз, два, три. То есть, вообще прям нормально. Вот так вот, очевидно. Компотик. И ехаем. Вагончики, кстати, прям офигенные. Вот такие эти пишут. 21 градус. Первая станция, на которой вообще есть 15 минут возможность постоять. Это, короче, Тимошевский, ребята. Происходит она в 21.00. Ну, примерно там вот без 10. И у нас тут целых 15 минут. Курильщики счастливы. Представляете, что с 14.50 примерно, да, они находились в поезде. У них была одна остановка 2 минуты. Я смотрел на людей, они прям вылетали. Тут быстро там затяг, ползатяга. И сейчас вот в вальяжно так стоят. Многие уже заходят сами. Такие хайфули. Погода, самое главное, что радует. Вот эти шопки. В принципе, не холодно. Ну, и чем меня радует, когда выезжаешь от моря. Здесь нет ветра. И совсем другое ощущение, в принципе, от холода. И погода, вот в те места куда-то едем. Там, как бы, обещают, что плюс 17-18. То есть почти лето. Не знаю, зачем теплое вещь. Я вообще брал с собой. Вот так вот, ребят, все это выглядит. Потому что света нету. Освещения, что-то как-то маловато. Много стоим. Но говорят, что нормально. Идем по графику. Везде будем приезжать. По крайней мере, сюда. Вот на станцию Тимошевская. Мы добрались, как бы, нормально. Ну, кстати, написано. Ростанов-на-Дону. У нас впереди будет. В ту сторону та же самая картинка. При вагоне 27 у нас включили кондиционер. А на улице 21, ребятки. Все, вагончик потихонечку отходит ко сну. Прикольно, кстати. Романтика. Танция брюховецкая, ребятки. Четыре минутки стоянка. Народ побегает. Следующая большая должна быть 12 часов ночи на Ростове. В Ростове мы пережили прям супер посадку, которая нас вообще всех очень сильно порадовала. Разбудили все. Я не планировал даже уже вставать. Думаю, будем спать. Будет хорошо. Но люди садились с такой силой, что это был просто трындец. Смотри, сколько там народу сажают. Просто вагоны. И тепло. Самое интересное, что и простое в том числе. То есть туда можно... У нас вагон шел до сюда. У нас место, особенно. Причем все хвости вагона были свободны возле туалетов. И сейчас такую посадку сделали, что просто трындец. Народ щемил, сорвался. Уф. Нам здесь, по-моему, 20 с лишним минут. То есть было довольно-таки весело всех услышать. Я все-таки выполз на улицу размяться. Дальше уже будем спать до утра. Я, по крайней мере, так надеюсь. Там все все загружаются. Там шум такой стоит. И шорохов раньше вообще. Ни одна купеха не спит. В 12 часов ночи отвечают. Весь вагон спал. Такая тишина была. Всех разбудили. Там бессонная тема вырастает. Там что-то вообще орут, короче. Кипич какой-то. Нам даже интересно, что происходит. В общем, тут у нас приняли народ. Все, ребята пешочком их отправили. То есть забирать не стали. Сняли с поезда. Сказали, аривидерчи. Идите, погуляйте. Вот так вот тоже бывает. Полная посадка, ребятки. Все, успокоились. Пошли ехать. 26 вагончик, 15 улиц. Отлично. Доброе утро. Сколько людей хочет пожрать с утра и шелестит пакетами. ПИИП! Шести утра начали. Что одна из самых первых станций. 15 минут в Тим. В Россоше. Пасмурно. 15 градусов. Короче, отец Бужики я сделал замечание. Он говорит, ну мы же не в купе едем. То есть в купе ты начал в шести, шесть утра. Ты вообще докидался. Но смысл такой, что люди, он только что вышел на станции, а проснулся в шесть утра. Начал все вестеть пакетами два часа. Просто не знаю, у меня сон чуткий. Для меня это было прям, ну, критично. Разбудил весь вагон, единственный. Причем выходил из нашего, то есть вагончика. Это было печально. Прям вот, почему нет уважения ко всем остальным людям, которые рядочком с тобой спят. Грустинка заставляет появляться на душе. Потому что идут же говорят, мы же не в купе, ну, вот именно, мы же не в купе. Уважайте людей, которые находятся около 20. Это прям, ну, важно, хотя бы до восьми утра. То есть, потом попросыпались рядышком, начали так же просыпаться в шестерне за то, что тот мужик всех начал убедить. В итоге он только в восемь утра вышел, он говорит, о чем я до Воронежа ехал? Блин, не знаю, ну, час времени вот так, как бы до семи поспать. Было бы великолепно. Так получается, немножко меньше. Ну, она расстраиваться не будем. Мы там такие вот казусы. Единственные пьяные в Ростове слезли. Все остальное, тишина, спокойствие. Единственное, ведь этот поезд мало стоит и люди повываливались на улицу. Поэтому спортсмены, ведь не я единственный в шортах. Это очень радует. И туда тоже, по-моему, кто-то у нас в шортиках тоже ребята стоят, не хотят переодеваться после анапского летнего тепла. Пожелайте мне удачи, доехать с хорошим настроением и дай бог все будет хорошо. Какие у нас пассажиры? Как зовут? Меня Надя. Нет, пёсик. Надя И. Еще немножко розетка взял с собой. Три пауэрбанка, считаем розетки один. Туда два, три. С той стороны, кстати, тоже под столиком есть розетки. Прям вообще на самом деле красота и развитие наших вот. ЖД-путей. Это прям хорошо, чтобы люди классные были. было бы все вот так вот. И процедуры, ребята. Ну, показать, потому что санузел, санузел хорошим, кто-то промазал с бумажкой, пилот, туалет, запахов никаких. Бантичка есть. Все остальное будет интересно. Что это делать? Ребята, подъезжаем к очередной станции. Сейчас здесь стоянка будет двадцать лишних минут. Это прям очень радует. Еще мне нравится вот так вот отгородиться. Сидишь, кафу, чайочек. Поездка просто супер. Вот те, кто не любит ездить, кладкартер, вы ошибаетесь, ребята. Это на самом деле очень прикольно. Заходим на вокзал. Сейчас у нас двадцать минут. Надо найти колбасы. Все так сидишь. Там осталось телефончик, наушнички. И как в кинотеатре это вот закрываешь. Так все. Чпок. Получается такое уютное гнездышко. Если надо, так и джух. И вышел, пошел на выход. Там кто-то что-то ест, кто-то спит. У всех своя романтика. Прикольно. Со стороны это выглядит вот так вот под верхний матрас. Ой. Засовывается. Одеялко. Кстати, покрывало очень хорошее. плеты и очень классные матрасы. Выглядит станция Алиске. У нас здесь стоянка двадцать лишних минут. Все побежали по магазинам. В магазинах, честно, ничего особо нет. Думали купить палку колбасы. Колбасы здесь особо нет. Только нарезки продаются. Куруза, допустим, стоит сто рублей за штучку. То есть, такого чего-то прям классно взять. Я не видел. Сейчас рыбу покажу. Видите, куруза по сотке. Рыба. Четыреста. Триста. Пятьдесят. Семьсот. Есть. Жарить за тысячу вообще. Это ценники вот на всякие такие товары. Хорошенька. Ну, что, знаете, как у нас в Анапе. Примерно цены на курузный пляж. Пирожки можно за 80 заточить. Маклево, что даже солнышко выходит. Вообще красота. Солнце, это наше все, ребятки. Жара, лето. Почти одна. Плюс 16, кстати, температура воздуха. Небольшая колбаска стоимость 250 рублей. То есть, там есть особо нечего. У нас три бутербродика. Надо побольше из дома брать колбасы. Берите, это самая вкусная еда. Борь, кстати, 250 стоит. Смотрите, сколько народу. На самом деле, я прям удивлен, потому что людей очень много двигается непосредственно с нами. с юга едет поезд, потому что очень многие все-таки в шортах гуляют. Не хотят расставаться с тем типом, который там был. Короче, купили покушать на 800 рай. Это отбивная, картошка и салатик. Сейчас покажу. Три в одном, получается, со сливками по 25 рублей продают здесь на станциях. А вчера в поезде проводника взяли по 55 рублей чай. Просто пакетик чая. Вот такие ценники, ребятки. За кошком пошли сосновые леса и березки. Моя любимая тема. И пришла пора обедать. Все-таки у нас есть микроволновка рабочая в угоне. Также есть холодильник. Если вдруг кто не знал, что может это оплачить какие-то свои скорополчатые продукты. Это большой плюс. Березки. Красота. Когда я восхищаюсь березой, многие меня не понимают. Это любятся мои обычные классные деревья. Единственное, что для аллергиков они не очень. Типа оливье. Салат столичный. Такой порции стоило 200 рублей. Две сосиски в тесте. Четыре таких кофе. Они по 25 точно знаю. И полторашка водички минералки вышло на 420 рублей. Уминус 100. Получается 320 я отдал за две сосиски и полторашки минералки. Холодный зато вся погашьем минералку. Оно выглядит вода. Не знаю, что из этого стоит дороже на 320 полторашка минералки и сосиски. Заливаем кофе. У нас там почти соточка топчик. Эта порция стоит 300 рублей, ребята. Отливная и картошечка. На запах аромат довольно-таки приятный. Это самое больше всего радует. свежая нормальная сосиска кстати вкусная. Картошка не так наша анапская. Мне почему-то когда выезжаю из Анапы картошка кажется всегда гораздо вкуснее мяско. суховато. Это в принципе не сядь. Самое интересное салатик понравился. его назвали столичный с курицей но оливье люблю и вкусовые характеристики просто такие вот салат на есть больше сразит и понравился картоха бульба все классно. Друзья эта станция называется Таловая народ вышел на перекур у нас здесь стоянка всего пять минут все наслаждаются по полной программе я такой воздухом дышу и размяться надо. Дорогие друзья привет вам из Поворина мы остановили здесь людей кстати очень много я в шортов здесь сейчас плюс 19 на 28 09 20 22 людей очень много остановка у нас довольно-таки большая здесь будем стоять 22 минуты но в пути останется после этой остановки еще 3 часа и мы доехали совсем как говорится немножечко ребят гуляющих здесь довольно-таки много тут прям дым коромыслом стоит здесь все выходили на улицу подышать воздухом как говорится получить максимум интересных эмоций представьте сколько людей сразу в одном поезде ездят на самом деле прикольно путешествие меня радует интересно посмотреть вообще на все то что происходит вокруг все тихо спокойно классно много правда военной техники встречаются причем разнообразные причем некоторые меня прям даже удивляет ничего не снимаю потому что перемещение техники никто не должен знать чисто так смотрю глазами вам могу рассказать так же у нас военные довольно-таки много едет вместе с нами я так понимаю что ребята возвращаются оттуда со своего тоже не перестаю вопросами разными дай бог нам всем мирного неба но мы мы продолжаем путешествия знаете чего не хватало мороженого за 150 рублей купить в такую погоду этого очень сильно хочется вы любите есть мороженое кстати по осени зимой местечко особо гимна погнали на выход 27 вагоне 19 на улице 17 12 прибытие это по нашему анапскому наверное это текстильное производство сахарное производство город Балашов здрасте это я вам писала от души привет даже здесь наши люди это прям прекрасно все очень круто итак ребятки город Балашов теперь другое остается вообще город Балашов привет посмотрим что тут есть а другой вопрос для вас всех зачем я сюда приехал спасибо всем кто играл с нами в телеграме попытки угадать куда мы ехали и это было на самом деле очень весело интересно увлекательно получилось немножко отличить от всех забот проблем которые у нас есть теперь другой вопрос ну зачем я сюда приехал поэтому жду вас обязательно в наших комментариях будет интересно почитать послушать и узнать от вас ваше мнение что я тут могу делать просто для чего результат того что будет я вам прям прикал вас реально шокирует я думаю зайдет ну еще раз Балашов привет вот так вот ребятки вопрос зачем я сюда приехал прям большой смотрите ребятки вокзал красивый это благоустройство там остановка клево температура 21 градус это вокзал спереди это благоустройство это благоустройство Продолжение следует...